Согласно данным украинского правительства, 6,5 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами в границах своей страны. 3,5 миллиона покинули территорию Украины. Переселенцы испытывают потребности не только в психологической помощи, не только в материальной помощи. Многим элементарно не хватает еды и одежды. Здесь, в Закарпатском регионе, очень потеплело. И я вынуждена искать одежду по погоде. Скажу так, если бы можно было взять в эвакуацию больше вещей, то, конечно, я взяла бы их из дома. Но мы выбегали из дома налегке, с маленьким рюкзаком, которым было только самое необходимое. Вот в этом магазинчике продавец продает харьковские товары. И Нина очень сокрушается, что сейчас сгорела Барабашова и поставок новых не жди. Здесь просто слезы на глазах. Надо было проехать 1400 километров, чтобы в Мукачевском магазине купить харьковскую кортку. Поэтому, ну что ж, хоть так прикоснуться к родному городу. Эта школа работает с начала прошлого века. На ее осаде отбелись к одного из профессоров гимназии. Это была гимназия. Здесь работал профессор Антоний Маркеттай. Он был известным ботаником. Исследовал флору Карпат. Практически во всех школах живут беженцы. Поэтому дети Закарпатья вынуждены учиться онлайн. Закарпатя вынуждены учиться онлайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...